Добрый день дорогие друзья и вот мы опять в москве и у нас столько информации что хватило бы наверно на 10 роликов с вами канал одна австралия и я александр петров очень интересно но мы даже мы готовившиеся несколько месяцев если не с полгода к этой поездке мы не ожидали того что здесь произойдет собственно говоря выставки выставки ради которых мы ехали сюда санкт-петербург москва эти выступ эти выступления были соглушительным успехом я согласен не так много было представлено университетов вузов компаний австралийских собственно говоря мы были с uni new south wells и австралийская внешне торговая палата в лице наталья дмитриевна и коноваловой но то что произошло вся эта работа которая делалась не только не столько нами и только к его и не только даже нашими волонтерами которые проявили себя ну просто сногсшибательно хорошо я не ожидал что придет в общей сложности действительности около 50 человек которые ребята действительности реально работали они настолько знали о нашем заведении что это кстати это обратила внимание и наталья дмитриевна я думаю что шансы наших волонтеров а именно своем большинстве это будущие наши студенты студенты кинсу института и в общем-то агентство одна австралия эти люди действительности проявили себя самой лучшей стороны но очень много было людей которые нам помогали я не могу не отметить дмитрия семелькина потому что то то оборудование которую он поставил экран то то обработка принципе информации которая была на экране и огромное спасибо алексею который находился все это время в зале и соответственно помогал во всем нам мы были я думаю что на голову выше всех других участников это увидите с фотографии с видео вокруг нашего стола находилась постоянно 15-20 человек ни у кого такого не было и соответственно было очень много очень интересных людей которые интересовались обучением в кой я думаю это вот благодаря той рекламе умелой который сделал дмитрий семелькин об этом мы еще будем говорить и дмитрий получил визу в австралию и я думаю он будет чертовски полезен и кингсон институту и естественно мне лично и австралии в целом потому что те его идеи воплощение этих идей я думаю уходит гораздо дальше всего того что делается в рекламе образовательной деятельности австралии я думаю что мы это будем применять не только даже для кингсон института вообще для популяризации образования в австралии много чего другого это сильно очень талантливый человек и я считаю до честь что могу назвать его своим другом я думаю вы еще увидите его достижения и вот это вот вся вместе очень организованная деятельность очень красивая самоотверженная деятельность привела к тому что действительности мы были не просто заметно мы были лучшие на выставке и это было видно невооруженным взглядом но посмотрите на фотографии посмотрите на видео очень много в отчете александра и доринкина это будет видео отчеты презентацию я как и предупреждала буду делать не классично не классические и я это сделал вы тоже это увидите было сказано людям честно и люди людям честность понравилось людям понравилось то что им говорилось и презентовалась это естественно все на русском языке на языке народа который говорит моей стране это знак уважения той стране откуда я и большинство моих студентов приехали и будут приезжать после этого у нас состоялась отличная встреча с внутри посольства на подколокольном переулке это была встреча нашего ричарда чена и ричард сумел донести точку зрения нашего кингсон института нашего студенчества до наталья дмитриевна коноваловой дело в том что говорят что когда есть привзятое отношение в принципе есть человеческий фактор и я знаю что часто бывает такое что люди даже очень крупных агентств люди с великолепно подготовленными документами по той или иной причине получают отказ даже без собеседования такой фактор нельзя исключать но все таки мы должны составить систему и внедрить эту систему чтобы если были отказы эти отказы были случайными чтобы наши студенты визы получали наши студенты должны очень хорошо готовиться было сказано что есть у тебя перерыв учебе стадии гэп это надо объяснять надо обязательно находить работодателя который согласится вас брать и причем на тех условиях которые показывают что в действительности оно того стоит ехать учиться в австралии студент должен быть очень хорошо подготовлен спасибо этим выставкам наши студенты я думал эти волонтеры они очень хорошо подготовлены к обучению в австралии люди люди без розовых очков я терпеть не могу вот этих вот зазывал вот эти вот розовые очки которые портят людям жизнь человек должен быть подготовлен к учебе человек должен взять сто процентов от того что он имеет своего потенциала и осуществить свои идеи во все оружие они так что получил отказ только потом думаешь что же я как бы надел или приехал австралии приехал неподготовленный и были перемолоты все финансовые и нервные грубо говоря эмоциональные ресурсы человек уезжает ну можно было подготовиться можно было сделать так чтобы завершить свое обучение чтобы получить осуществить свои поставленные цели линии ехать сюда то есть туда в австралию вообще вот это вот взаимопонимание между людьми понимание студентами всех сложностей но в общем-то и плюсов обучения в австралии обучения в кое это было а очень важно очень важно было что ричард чен человек который вот вот что значит человек бизнеса да у него может быть проблемы с акцентом языковым он этнический кореец но а то как он сумел очень просто и точно высказать свои пожелания свои мысли наталья дмитриевне ааа я думаю что это очень сильно подкупило с одной стороны у нас есть блистательный дак хинчлев чай который но тоже по-своему обаятельный человек ози до мозга костей который действительности академия это человек который ученый имеет оборудование в нескольких отраслях знаний и в дополнение к нему очень умный очень любящий россию ричард чен в действительности любит он так и сказал я сюда приехал потому что мне нужны русские студенты именно русские студенты я не видел такого отношения даже у дага не видел такого отношения ни у кого в этой индустрии в этой отрасли поэтому мое глубокое уважение и я знаю что ричард пойдет на очень очень долгосрочные проекты и на очень решительные шаги чтобы русский студент ехал я думаю что мы поможем мы поможем ему в том плане что в действительности будем хорошо готовиться к поездке и в том плане что на сейчас отдаются очень очень хорошо работающие не просто для показухи какие-то вот договора с какими-то университетами нет это очень рабочие отношения причем не только к и уай с этими университетами но университетами между собой я просто вижу как буквально за один-два дня развились вот эти вот человеческие отношения между людьми представителями совершенно разных учебных заведений я думаю за этим будущее я в сэн в санкт-петербурге буду выступать я буду выступать магнитогорске я все-таки постараюсь сделать вот это кольцо не билунгов это кольцо людей которые действительности встрепенулись и увлеклись новыми идеями вот эти достижения которые фактически случились за сегодня вчера и позавчера они ну исключительны этого вообще не может быть и это произошло только по доброй воле и и именно подвижничеству очень многих людей не будь руководство допустим у стрейда столь а умная не будь не будь вот этой доброй воли и ума руководители всех учебных заведений и каждого отдельности не будь соглашение между прочим между нами и компания students international очень много вы мы не смогли бы достичь я не зря он сказал о компании students international нам в принципе делить нечего в конце концов students international бы та самая компания была которая меня сюда привезла в австралию олег васильевич степаненко это человек который неординарный неоднозначный чертовски умный и в бизнесе и может дать фору очень многим людям я видел выступление виталия олеговича степаненко если допустим моя манера выступления достаточно скажем так агрессивная то виталий олегович просто завораживает то есть он очаровывает людей и это тоже очень красиво и он не читает по бумажке он очень многими фактами владеет а ведь это только один университет нью-соус-вэллс был а сколько еще учебное заведение он представляет и окажет не только кстати в австралии новой зеланди в многих других странах действительности так как говорит виталий олегович это завораживает людей это действительность очень эффективно работает я бы хотел сказать что students international это образовательное учреждение которое образовательное агентство которое работает с топовыми университетами которые собственно говоря нам не являются конкурентами мы не работаем с топовыми университетами по многими причинами первое что не могу столько дать студентов для университетов топовых чтобы они сделали меня агентом да просто невозможно у них достаточно жесткие условия работы но помочь допустим тем ребятам и students international во всем как мы допустим помогли им в санкт-петербурге когда по той или иной причине представительство и университет нью-соус-вэллс фактически было сведено к одной девушки и ей было действительно тяжело потому что у нас была договоренность что те люди которые не подходят под кавай будут даны students international но получилось что образовалась очередь люди уходили вот students international и мы реально помогли мы реально объясняли людям об этом университете о других университетах которые с которым работает students international связались с главным менеджером по региону этой компании и вторая девушка приехала очень кстати такая трудоспособная я бы рекомендовал а не продвигать этого человека то что она реально разорвала ситуацию очень быстро они вдвоем буквально за 20 минут справились с очередью и выступление в итоге оказалось успешным у students international то же самое на москве ну москве понятно виталий олегович сам присутствовал то есть вел эту компанию он был не один поэтому я думаю что мы будем впредь работать мы будем встретить встречаться с олегом васильевичем степаненко в седнеи и я думаю что где-то числа 10 12 я думаю что мы подведем итоги вот этой нашей совместной первой совместной деятельности я хотел бы опять-таки подчеркнуть извиняюсь конечно что ролик получает достаточно долгий я хотел бы подчеркнуть что это совершенно иная была поездка опять-таки мы ну скажем так жестко конкурировали со students international теперь мы с ним подружились для взаимной выгоды взаимного как бы дополнение симбиоза и это отразится в первую очередь на студенчестве ведь вы знаете мы хорошо помогаем нашим студентам будем помогать и студентам students international это в наших силах у нас в конце концов избыток избыток работ обрадовался некоторой вот мы очень далеко продвинулись в отношениях со студентам с аустрейль торговой палатой у нас такие люди неординарные как павел лимарев как евгений торбиев как тот же самый дмитрий семилькин это люди которые действительности высокого калибра они вот это вот обойму вошли поэтому я думаю что нам есть чем гордиться в завершение скажу что я предельно счастлив тем что произошло и предлагаю вам оставаться с нашим каналом и подписываться на него и я думаю что еще много будет роликов из России и мы удивим вас и удивим вас приятно дорогие друзья удачи